Здравствуйте, друзья! Продолжаю рубрику «Навеяны вашими комментариями». Мало того, что, как выяснилось, многие люди уязвимы перед всевозможными заговорами, эту тему я подробно разбирал в прошлом своем видео. Так еще и почему-то многие стали писать агрессивные комментарии со ссылками на каких-то авторитетных личностей, врачей, ученых, называть их имена и ссылаться на них в духе. А вот вы знаете, есть такой там великий врач Нему Вайкин, или я читала в книге у народного академика Болотова и идет ссылка на какую-то, мягко говоря, спорную медицинскую информацию. Друзья, я иногда и фамилии-то таких не знаю, хотя изучал подробную историю медицины, слежу за некоторыми новинками науки и медицины, а люди их уже крестили какими-то народными академиками, великими экспертами. Какие-то публичные люди, врачи становятся кумирами. Это какое-то массовое идолопоклончество, словно нарушение вот этой второй христианской заповеди. Не сотвори себе кумиров. Не создавай себе кумиров. Я, конечно, тут же стал искать, кто такой этот Нему Вакин. Друзья, я первое же видео, которое мне выдал поисковик, как пить перекись водорода внутрь, о накоплении биоэнергии, как пить соду по Нему Вакину. Только включил видео, а там какая-то, ну, честно скажу, жуткая конспирология, мол, все врачи ничего не понимают, только я знаю механизмы, физические механизмы, знаю, изучил явления. Мол, если готовил космонавтов, и они все никогда не болели, то вся остальная медицина, она слепая, ничего не понимает, как нужно лечить. И, в общем, все в таком духе. Честно, даже не стал досматривать видео. Талантливо, очень даже харизматично иногда, красивыми словами. На первый взгляд, это кажется научным, но на самом деле, если вдуматься, то, как говорится, просматривается обычная псевдонаучная история. Все на предположениях. Автор искусно пытается завлекать людей красивыми формулировками, такими наукообразными словами. Но, друзья, при всем уважении, я посмотрел только одно видео про перекись водорода. Больше не стал. Уже про соду там бессмысленно, когда пить соду и так далее. Далее, просто не присылайте мне больше, пожалуйста, таких вот этих восторженных комментариев, о таких экспертах с ссылками на них. Здесь канал официальной медицине и науке, доказательный. Той, что реально помогает людям. Далее, там так называемый народный академик Борис Болотов, который со слов подписчицы утверждал, что после удаления желчного пузыря в печени все равно образуются какие-то новые камни. Ну, вы серьезно? Может, эта подписчица что-то напутала, конечно, но если врач такое вправду утверждал, говорил, сразу начал искать. И первый же поисковой запрос в Ютубе выдал мне академик Борис Болотов о здоровье, биополе и энергии бессмертия. Как раковые клетки в желудке погибают от соляной кислоты. Друзья, я даже немножко разочарован. Ну, как можно вообще такое даже читать? И не то, что увлекаться. Какое биополе? Какая энергия? Современная наука, физика вообще знает лишь два вида энергии. Кинетическую и потенциальную. Насколько я помню из школьной программы. Существует еще механическая энергия, энергия волн, энергия магнитного поля, электрическая энергия, электромагнитная энергия, ядерная и термоядерные виды. А также есть еще химическая энергия или энергия связей в молекулах. О какой конкретной энергии говорит этот уважаемый ученый? Что за общие фразы о каком-то биополе? При ближайшем рассмотрении невооруженным взглядом видны псевдонаучные теории, на которых основаны некие системы оздоровления. Я понимаю, что ученый начинал из физики. Возможно, какие-то отдельные механизмы, о которых говорит. Но из физики перейти и заниматься медициной, целительством, это всегда наводит на какие-то, знаете, нехорошие мысли. В сухом остатке что мы имеем? Харизма, умение убеждать. Друзья, я не против умозрительной науки, не против даже каких-то увлечений, но зачем же влюбляться персоналиями, очаровываться ими, какими-то отдельными мыслителями, по сути, становиться их фанатами, агрессивно отстаивать то, что, по вашему мнению, кому-то помогает. Даже врачи официальной медицины, официальные ученые не должны становиться кумирами, так как это всего лишь врачи, обычные люди. Хомо сапиенс, да, а люди свойственно им ошибаться. Когда вы в комментариях постоянно апеллируете какими-то авторитетами, например, часто любят цитировать уважаемых телеведущих, доктора Мясникова, Елену Малышеву, почему-то очень любят ссылаться на знаменитых врачей советской эпохи, знаменитых кардиохирургов, Лео Антонович Бакерия, Николая Михайловича Мосов и многие-многие другие. Все это крайне уважаемые мной люди, это коллеги, талантливые, самобытные, но делать из них каких-то, знаете, небожителей и каких-то догмой из их речей, далеко идущие выводы, это, в общем-то, тоже немножко заблуждение. Я говорил, что я был шампанистом, ну, винистом, шампанистом, коньякистом, я только не был ваткистом, так и пивистом. Если человечество придумало эту замечательную вещь, то, конечно, оно придумало для того, чтобы привести себя в настроение, в течение короткого времени привести себя в настроение, провести хорошо день, ночь и так далее. Но то, что мы точно знаем, во-первых, он должен быть очень высокого качества. Вот это вот, от этого никуда не денешься. Что вот обычная газированная вода, что вроде бы теперь она не полезна, это так или нет, как вы считаете? Нет, ну, я категорически против этого. Я, например, пил газированную воду, и все, кто со мной пообщался, ну, в семье все пьют газированную воду, все, кто со мной пообщался, тоже переходят на газированную воду. Почему? Потому что в человеческом организме, в желудочно-кишечном тракте, присутствуют два вида микробов – аэробный и анаэробный. И когда вы употребляете газированную воду, то вот эту половину, по крайней мере, вы уничтожаете элементарно, потому что в газированной воде гораздо больше кислорода, и он быстро выделяется, и он растворенный. А именно растворенный кислород убивает этих микробов. Поэтому все разговоры о том, что надо пить стилл-вода, который я называю дэд-водом, мертвой водой, это абсолютный бред, это абсолютное вмешательство индустрии в нашу жизнь. Вы знаете, я к волокордину отношусь очень позитивно, вот, потому что, ну, у меня бывают у самого такие периоды, когда я там, пардон, начинаю психовать и так далее. Самое надежное средство – 20 капель волокордина. Ну, именно 20 капель, 18-22, как хотите, но немножко. Потому что он как раз снижает, снимает вот эти вот эмоциональные нагрузки, ты становишься нормальным человеком. Мне неэтично комментировать именно слова уважаемого заслуженного Леона Антоновича. Скажу лишь только официальное мнение науки, мнение врачей-кардиологов, врачей-гастроэнтерологов, подкрепленное исключительно научными данными, которыми имеем на сегодняшний день, и принципами доказательной медицины. Первое. Алкоголь вреден для сердечно-сосудистой системы, для центральной нервной системы и для других органов абсолютно в любых количествах и в любом виде. И многие старые и новые научные исследования в большом количестве это подтверждают. Второе. Любой гастроэнтеролог подтвердит, что газированная вода раздражает слизистую пищеводу и желудка. Неблагоприятно сказывается на функции нижнего пищеводного сфинктера, участвует в формировании гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, ГЭРБ так называемая, и многих других хронических заболеваний пищевода и желудка. Логика такая в духе «я пью, мне помогает, и поэтому все должны следовать». Это не является научным аргументом, не доказательство, а просто пример из жизни отдельного человека, его личный какой-то опыт. А система доказательной медицины работает несколько иначе. Она учитывает индивидуальный личный опыт как самую низшую степень доказательности. Это просто случай из практики. Кейс-репорт. Единичное наблюдение, не более. Растворенный кислород в газировке, конечно, не убивает никаких микробов в желудке, тем более анаэробных. В этом нет необходимости. Вообще, это несколько неэтично, но разоблачение мифологического сознания, донесение достоверной информации – это то, чем должны заниматься врачи. Люди должны быть информированы и осознавать, что волокордин, кроволол, известны всем вот эти капельки, которые так нравятся многим пожилым людям, это, по сути, препараты психотропного действия, барбитураты, которые продаются свободно только в постсоветских странах. В других странах запрещено продавать без особых рецептов любые препараты, содержащие фенобарбитал. Что такое фенобарбитал и вообще барбитураты, вы можете сами поинтересоваться, и вам сразу станет все понятно. Поэтому, почему наши бабушки, собственно, так их любят, так привыкли к этим капелькам за долгие годы приема? Вещество барбитураты вызывает некоторую психическую зависимость. По сути, успокоительный эффект основан на вот этой психотропном воздействии на нервную систему. Никакого иного доказанного прямого действия на сердечно-сосудистую систему, они, конечно, не оказывают. Повторюсь, я очень уважаю всех наших знаменитых академиков, кардиохирургов, но все-таки не нужно делать из них каких-то идолов, кумиров, экспертов по всем вопросам медицины. Это люди, непререкаемые авторитеты, эксперты именно в своей специальности, только в узком разделе науки. Точно так же, как и я, имею экспертность только лишь в некоторых разделах хирургии, колопроктологии, некоторым аспектам, может быть, ультразвуковой диагностики, может быть, детской хирургии, поскольку работал недолго детским хирургом. И по всем остальным вопросам и разделам медицины специально мои знания, они укладываются, и, в общем, как и многих врачей, находятся на уровне компетенции и знаний лишь университетской программы, то есть общеврачебного понимания, особенностей теологии, патогенеза, диагностики и лечения, как все врачи это изучают в медицинском вузе. Даже самые авторитетные врачи и ученые это всего лишь люди, а людям, как известно, свойственно ошибаться. Напомню, что мы являемся животными из семейства гоминиды, отряда приматы, плацентарные млекопитающие и вида Homo sapiens. Ошибаются все люди, и те, кто жили до нас, и мы, и те, кто будут жить после нас. Многие так или иначе будут заблуждаться, говорить иногда какие-то глупости, в том числе космического масштаба. И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости. Если вы думаете, что в медицине есть какая-то икона, какие-то идеалы, то вы скорее заблуждаетесь. Любого врача, который что-либо говорил публично, любого можно опровергнуть с точки зрения современных знаний доказательной медицины. Хотя бы потому, что эти принципы появились сравнительно недавно, лишь во второй половине 20 века. А живой человек в любом случае склонен выдавать желаемое за действительное, и склонен опираться не на коллективное, а только на свой личный опыт. Я могу найти практически у любого врача здесь на ютубе, во всяком случае, у некоторых в каждом видео, у некоторых придется постараться, поискать, но все-таки, как говорят, докопаться можно все-таки до всех абсолютно специалистов и найти какие-то ложные заблуждения, спорные суждения, выдаваемые за истину. Безгрешных нет, повторюсь, практически у любого врача. Если вы думаете, то есть, что есть какие-то иконы, есть какие-то... Вот есть великий там Николай Михайлович Амосов, которого почему-то часто приводят в пример комментаторы, как непререкаемого авторитета. Очень любят на него ссылаться, как на икону великого ученого, кибернетика, мыслителя, нашего коллега-хирурга, но забывают уточнить еще, что великого писателя, да, я сам зачитывался во времена студенчества его чудесной книгой «Мысли и сердце», но в сознании облик писателя он словно подменяется. Хочется верить, что на 100% это был еще и идеальный врач, идеальный там человек. Во всех смыслах. По той же логике считают, например, Антона Павловича Чехова великим врачом, но нужно понимать, что в те времена, когда практиковал Антон Павлович, в ходу были мракобесные и бесполезные методы лечения, которые Чехов, безусловно, он тоже применял в своей практике. И каково было бы его, вообще являться его пациентом, никто по большому счету не знает. Все знают великого писателя, великого мыслителя, совесть и честь русской литературы. И это хорошо. Если как-то обыватели, поклонники могут говорить, например, «Александр Розенбаум, выдающийся врач». Какой он врач, знают только небольшое количество коллег, с которыми он, возможно, работал на заре своей молодости. После окончания медицинского университета, института, да. Скорее, он выдающийся певец, выдающийся композитор, творческая личность. И не стоит путать виды деятельности и приписывать, создавать идолы там, где его нет. Примерно та же история и с Николаем Михайловичем. Почему-то с придыханием все упоминают Николая Михайловича, а Мосова считают чуть ли не святым в науке. Но порой в тех сферах, где он не является экспертом, там, в нутрициологии, в ЛФК, в лечебной физкультуре. Да, человек был просветителем науки, практическим хирургом, ученым. Но тот аппарат искусственного прообращения, у истоков которого стоял Николай Михайлович, при всем уважении, понимании исторической роли этого изобретения, он не является актуальным сегодня. Он не применяется в современной кардиохирургии. Все восторженно отзываются о лекциях, о его многочисленных интервью в прессе, как сейчас бы сказали, блогерской деятельности, просветительской, о его популярных лекциях для простых людей в различных городах Советского Союза. Сейчас бы его даже назвали популяризатором науки, о философских мыслях, разговорах о кибернетике, о жизни, о Боге, о философии. Все это, безусловно, очень ценно, как и ценно великие литературные произведения Николая Михайловича. Друзья, я не хочу и не имею морального права умалять заслуг и достоин знаменитого советского хирурга, ученого, известнейшего киевлянина. Но что в сухом остатке и в научных открытиях рассуждения о кибернетике, о здоровье, о здоровом образе жизни, как это понимал сам он, а также в некотором смысле устаревшие сегодня представления о функционировании сердечно-сосудистой системы. Сегодня, например, любой молодой интерн, даже студент, понимает, что механизм атеросклероза это не просто следствие поедания жирной пищи, как считал Амосов. В этом смысле он не был гением, а заблуждался, так же, как и многие другие врачи. Наука шагнула вперед, например, ученые-специалисты, гастроэнтерологи, нутрициологи, они доказали важность потребления жиров, а Николай Михайлович в своих многочисленных лекциях о питании ратовал практически за полное исключение жира, что, конечно, как вы понимаете, ошибочно. У Николая Михайловича, безусловно, было и много интуитивно правильных рекомендаций, ценнейших мыслей, в частности, по физической активности, специальной гимнастике, но абсолютизировать это все, мне кажется, не стоит. Нет сомнения, что Амосов был замечательным врачом, выдающимся практическим хирургом, выполнившим лично там тысячи, если не десятки тысяч сложнейших операций на сердце и органах грудной клетки, будучи таракальным хирургом. Но ведь говорят обычно в контексте великого ученого, великого первооткрывателя, мифологизируют, гиперболизируют, говорят, что именно этот человек знал нечто такое, знаете, что остальному человечеству было неведомо. Как многие, он, конечно, грезил наукой, мыслью о победе над старением и продлении жизни, но нужно осознавать уровень этих рассуждений, научных доказательств в то время был достаточно низким. Не потому, что наука была плохой, а потому, что не было объективных методов оценки результатов исследований. Система была заточена на персонализм. Объективно, и думаю, многие коллеги подтвердят мои слова, что уровень кардиохирургии в начале и середине 20 века был с высоты сегодняшних дней, мягко говоря, на таком уровне, что люди оперировали буквально на аппаратах искусственного кровообращения, изготовленных практически такими полукустарными способами в каких-то НИИ, кабинетах, или вовсе на непрофильных заводах, каких-то автомобильных, тракторных заводах. Летальность после некоторых видов вмешательств на сердце достигала 50-60% и даже выше. То есть каждый второй после операции или уже во время операции умирал на столе. Но нам сегодня преподносят миф о том, что времени, как в неком священном граале, времени великих сокровенных научных открытий идеальной медицины. Все это понятно. Кстати, сам Амосов, будучи человеком честным, совестным, добропорядочным, в интервью косвенно подтверждал то, что я вам рассказываю. Он признавал, что за ним и каждым кардиохирургом есть большое кладбище. Правда, естественно, широкую аудиторию немножко так уменьшал и приуменьшал именно свой вклад в это кладбище, говоря, что только каждый десятый оперируемый им лично умирал на операционном столе или сразу после операции. Реально, в кардиохирургии того времени статистика была гораздо более печальной и летальность при операциях с использованием аппаратов искусственного хоробращения была гораздо выше. О кладбище лучше не вспоминать. Большое кладбище. Если я сделал только на сердце примерно больше пяти тысяч операций, а считайте, что примерно каждый десятый по крайней мере умер, потому что я делал только сложные операции с искусственным кровообращением, ну так вот считайте, пятьсот тупукойников наверняка есть, и если бы их сложить все рядом на одно кладбище, это страшное дело. Друзья, иллюзии, мифы, в которых мы живем, наше очарование тем временем часто пытаются вытеснить из памяти некоторые факты, например, то, что в то время часто, по сути, проводились там, даже так, если выразиться, некоторые эксперименты на людях, применяя новые методы, жизнь человека не ценилась в той мере, как это принято сегодня, в информационную эпоху, когда, ну, практически каждый трагический случай гибели пациента становится достоянием общественности. Нельзя утаить, когда есть соцсети, YouTube и так далее. В этой связи удивительно, как пытаются восхвалять абсолютно все, что было в советской медицине, не учитывая некоторые очевидные недостатки. Есть воспоминания о молодых годах, есть очарования людьми, есть какая-то ностальгия по-прошлому, но есть и реальность, факты. Если отбросить эмоции и посмотреть сухие факты, цифры, статистические данные, так ругаемая многие, вот это современная система здравоохранения, основанная в первую очередь на доказательном подходе, доказательная медицина и система научных исследований в сравнении с той волюнтаристской, старой, да, является она гораздо более эффективной, более технологичной и даже более гуманной в каком-то смысле. И такой вот капиталистический подход в истории во все времена был более эффективен, в том числе в медицине и кардиохирургии. Это косвенно, кстати, признавал и сам Николай Михайлович Амосов. По поводу того, что наши врачи похуже их, в какой-то степени, да. Получше, наши получше. Получше, нет, именно думая, думает все, что наши говорят, что получше. Я скажу, что все-таки похуже. Наши врачи похуже. Не все, конечно, конечно, у нас есть первоклассные хирурги, техники, технические мастера, но таких все-таки сравнительно немного. Ну, так вот, у нас, наши даже ведущие даже хирурги оперируют все-таки гораздо меньше, чем за границей, чем теперь за границей. Там созданы огромные центры с массой операций, и это накладывает свой отпечаток. По всем статистическим показателям летальности пациентов в стационаре, по выживаемости онкологических пациентов, например, да вообще по большинству показателей, повторюсь, в разы лучше сегодня в нынешних условиях, чем было когда-то в советские времена. Тех пациентов, которых сегодня успешно лечат или хотя бы даже берутся оперировать, пытаются лечить, тогда аналогичные по тяжести пациенты просто погибали. За них никто не брался или вовсе не доживали до определенного возраста. Конечно, не по всем нозологиям имеется такой вот коренной перелом, прогресс, но по многим он очевиден. Сама по себе система, когда условный профессор, самовольно диктующий, как и кого лечить, не сильно заботясь доказательными какими-то условностями, доказательствами эффективности, рандомизацией, ослеплением своих исследований, не утруждаясь информированным согласием пациентов или научных журналов, которых публиковали, публиковалось то, что порой не подвергалось проверке первичной документации, а рецензировалось исключительно своими же единомышленниками и своими знакомыми. На бумаге мы были впереди планеты всей в науке, на бумаге в прессе мы уже тогда в СССР победили многие недуги, которые до сих пор в общем-то актуальны, но фактически это было лишь приписки, обычная ложь, фальсификация, статистики на многих уровнях. Вы такое, господа, хотите вернуть сейчас, задаю вопрос. Многие из этих так называемых великих открытий профессоров и академиков к сожалению на поверку оказывались своеобразными потемкинскими деревнями, обманом, не воздвигая себе кумира. И люди, пишущие мне под видео о мазе Вишневского, как ты смеешь на великого академика Вишневского что-то критику наводить, я отвечаю, я, во-первых, не навожу, ни в коем случае не критикую самого уважаемого академика Вишневского, а лишь оцениваю эффективность этой его мази. Сам академик работал в тех сегодня неизвестных нам в ученых условиях. Нам неведомы те условия и мы не имеем морального права их как-то обсуждать. Это лишь ковавшие люди, ковавшие нашу победу, да, и в том числе и нашу современную науку. Его мазь была порой единственным доступным средством, что было на фронтах и принесло великую победу. И, кстати, большинство клиник, поликлиник, зданий, научных институтов было построено именно в то советское время и мы сегодня, конечно, должны уважать историю, быть благодарны нашим дедам и прадедам, что пользуемся тем, что досталось от них. И когда молодежь, некоторые блогеры, знаете, сегодня так пренебрежительно отзываются, например, называют то время оскорбительным словом совок. Фанатов совка, плюсах и минусов совка, простить совку общей фанатов совка, должностям фанаты совка. Вот с любым фанатом совка, он же вам скажет, когда фанаты совка скучают по совку и халяве. Так и хочется напомнить, что сам этот блогер и мы все многие родились в этом самом совке, пользовались всеми благами, начиная от роддома, где эти блогеры родились, пользуясь достижениями акушерства и заканчивая школой, институтами, которые были построены в той стране и назывались в общем-то советскими институтами. И так уничижительно называть сейчас этим словом, это, на мой взгляд, проявление некоторого неуважения к истории, к науке, к людям, работавшим, просто зная, что это популярное слово сейчас молодежи, вырос внучок и в благодарность не нашел другого словечка, кроме как пренебрежительное слово совок. Искренне возмущает такое рвение молодых людей, наплевать, растоптать, унизить то, что было частью твоей истории, твоей страны, частью твоей семьи, по сути. Но, конечно, уважение к тебе тоже будет такое же, если ты не уважаешь своих предков. Ни в коем случае вот это уважение к предкам, конечно, не должно подменяться слепым идолопоклонничеством или перенятию всего, в том числе и чего-то негативного. Мудрость это перенимать все лучшее, а худшее следует анализировать, чтобы не повторять ошибок. Даже самые идеальные наши кумиры, те люди, которым мы поклоняемся, и руки, которые готовы буквально целовать. Это наши учителя. Порой это наша некоторая иллюзия, добровольное сознательное заблуждение. Одна моя знакомая, женщина уже в почтенном возрасте, которая выросла сразу после войны в деревне, в тех тяжелых условиях и временах, так вот она, эта знакомая, сегодня очень любит вспоминать свою первую учительницу в сельской школе, с каким придыханием она о ней рассказывает, восхищается ее умом, ее интеллектом. Образование то было, в принципе, всего 5 классов или 7-летка, может быть максимум, уже не помню точно, и мы с вами можем себе представить, что это было образование в глухой деревне, ну явно это был не уровень Макаренко или других выдающихся учителей того времени. В тех условиях, особенно в послевоенное время, любой, кто имел читать, возможность научиться читать, писать, мог преподавать в школу или детям, но по воспоминаниям этой пожилой женщины и моей знакомой, эта учительница была просто настолько умной, настолько образованной и давала высококративную качественное образование и уровень знаний. Так она рассказывает сейчас. Мы склонны очаровываться людьми, но когда речь заходит о такой науке, как медицина, порой это очарование может сыграть с нами злую шутку. Мы должны понимать, каков практически стаж нашего лечащего врача, именно в той искомой специальности, каков он, как профессионал. Говорю об этом всякий раз, важен именно опыт и стаж по специальности. Возраст врача, его манеры, умение расположить к себе, это, конечно, все хорошо, приятно в общении, но в первую очередь ценны профессионализм, опыт, экспертность в области, в которой он заявляет себя специалистом. Если говорить о хирургии, то часто пациенты любят отзываться о нас, хирургов, выражением в духе «у него золотые руки». Друзья, понятно ваше желание подчеркнуть профессионализм врача, но золотых рук не существует. Чаще это преувеличение. Обычные руки примерно у всех представителей Homo sapiens. Сам по себе технический процесс, точность движений, это практика, практика и еще раз практика. Никаких богов на земле не существует. Это мануальный навык, у хирурга достаточно легко тренируется, важно усердие и целеустремленность. Это, безусловно, важный навык, но, чтобы вы понимали, приведут стату одного из своих коллег-хирургов, профессоров, кстати, которая мне запомнилась. Он говорил, дайте мне любую обезьяну и определите ее ко мне в оперблок, и я научу ее оперировать за несколько месяцев. Любую, даже относительно сложную операцию, чисто механический, механистический, вот этот навык руками, без понимания, даже без знания русского языка, его легко можно освоить за относительно короткое время. Но вот клинически мыслить, ставить диагноз или научиться справляться со осложнениями, в том числе во время операции, в сложных ситуациях, это уже гораздо более ценный навык, который приобретается десятилетиями, многолетним опытом, в том числе и ценой ошибок. Лучше, конечно, чужих ошибок, чем своих собственных, ну, друзья, не бывает золотых рук, в том числе, которые мне вкладывают в эти, вот люди вкладывают в эти слова этот смысл. Не очаровывайтесь людьми, теряя объективность. Роль личности, безусловно, по-прежнему является важным, но современная медицина все больше отдаляется от личностного подхода, от шаманства. И этот мудрый совет, который я вам сейчас даю в этом видео, он позволит вам сохранить порой не только ваше здоровье, избежать роковых ошибок, но даже потенциально может сберечь ваши деньги. Часто мы встречаем слепое стремление попасть к какому-то эксклюзивному специалисту, переплачивая за то, что, возможно, абсолютно бесплатно есть в нашем, в ближайшем нашем доступе, даже в поликлинике. Ценность действительно имеет компетенция, опыт, квалификация, а не то, что у какого-то там блогера, например, миллион подписчиков, или он имеет красиво, все обставляет, красиво рассказывает с экрана. Сплошь и рядом наблюдаю, как люди из глубинки готовы отдавать последние свои деньги, средства, на какую-то раскрученную, разрекламированную клинику или специалиста в тех ситуациях, когда это и вовсе не требуется. Все из-за мифов, из-за слепого идолопоклонства. Вы даже в своих комментариях под видео на этом канале пишите мне иногда, доктор, как к вам приехать на консультацию из России, из какого-то дальнего региона, прооперировать геморрой или грыжу, или там, последнее я писала, по поводу борода, в кинопальце, можно к вам приехать? Ну вы серьезно, друзья, ну это же бред, к доценту, к кандидату наук, к хирургу, ехать в другую страну с тем, чтобы можно, в общем, с той проблемой, которую можно легко решить на уровне своего города или даже своей поликлиники. Насколько люди доверчивы, как они легко очаровываются другими людьми? Ладно, я, там, честно всем пишу, что не веду никаких платных приемов частных и консультирую только редкие сложные случаи по представлению заведующего своим отделением, который курирую или занимаюсь только тематическими пациентами в процессе преподавания врачами на кафедре. Но ведь могут попадаться и недобросовестные врачи, они станут давать ссылки на какие-то свои там, медботы, чатботы, частные клиники или приемы, организовать какие-то онлайн-консультации. Это вообще немыслимо, как люди готовы доверять и ехать там, за тысячи километров к какому-то, пусть даже смазливому мальчику в белом халате, который имеет малый стаж и вся его заслуга это умение красиво говорит на камеру. Насколько часто люди очаровываются другими людьми и ведутся на какие-то фамилии великих врачей, великих ученых, ссылаются на них как на истину в последней инстанции. Да вы бы лучше выучили имя, отчество и фамилию своего лечащего врача. Порой удивляешься на обходе, когда спрашиваешь у пациента «Вы знаете, как зовут вашего лечащего врача?» Или «Как вас вообще…» Знаете, кто вас оперировал? Так многие не могут ответить, пожимают плечами. Стыдно, но зато спросив все, вам расскажут про докторов Мясникова, про Малышева, про Комаровского, Евдокименко или доктора Шишонина. Или расскажут, какими великими врачами были академик Амосов, академик Вишневский. Но кто им операцию выполнял, они не знают. Представляете, вы в первую очередь должны знать имя отчества вашего лечащего врача, вашего местного участкового врача, участкового терапевта и требовать от ваших местных врачей оказания квалифицированной хорошей помощи, на которую вы имеете право. Нет, плодят мифы, иллюзии, кто-то где-то там вам поможет за большие деньги. Пока сами, извините, не включите голову, не начнете адекватно оценивать действительность, никто не поможет с вашими проблемами со здоровьем. Неизвестный доктор с именем, не волшебная капельница там за 100 тысяч рублей в частной клинике. Может, когда-то и поможет какой-то эксклюзивный специалист, но это должно быть по профилю, обоснованно, а не по велению рекламы. Не так, как это описывают. Кто-то в частном центре лечит, например, лимфостаз, нижние конечности капельницами и владений, даже блокадами, введением в кожу в зоне грудного лимфатического протока каких-то лекарств. Поеду-ка я в эту клинику, заплачу денег, и они меня обязательно излечат. Если уж так хочется заплатить кому-то денег, они у вас лишние, то официально по профилю лучше обратиться в клинику, где выполняют сложные микрохирургические вмешательства, в том числе, платные, где имеется хотя бы соответствуют доказательной медицине и есть шанс, что лимфодема уменьшится. Но не откровенным шарлатаном за капельницей и не лечить условно какую-то кардиологическую патологию с помощью массажа шеи и каких-то других методик, которые спорны при данной патологии. Вообще обращаться надо по профилю. Заболело сердце к кардиологу или сосудистому хирургу. Другого пути нет. Врач в вашем городе возможно окажет помощь гораздо лучше, чем какой-то выскочка, блогер, сулящий золотые горы в своей частной клинике. Надеюсь, все сказанное заставит вас еще раз задуматься и проанализировать, что такое слепая вера в этих идолов, кумиров. И вы многим все-таки это будет видео полезно послушать эти мысли. На самом деле важную, поверьте, информацию я донес до вас. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok